Это итоги недели в студии Юлия Евтушенко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Увеличение спроса, уверенный лидер и перспективный выбор. Самыми популярными специальностями в вузах стали стоматология, мировая экономика и программная инженерия. Что еще выбирают абитуриенты? Навеки в памяти. В Бобруйске представили мультиформатный патриотический проект «Обелиски великого подвига». Они не менее важны для сохранения нашей исторической памяти. Почему важно не забывать? Городская архитектура. Малый бизнес строится и развивается. Показываем людям, как это, когда красиво. Как индивидуальные предприниматели участвуют в благоустройстве. Экипаж машины боевой. Страна отмечает День танкиста. Танкисты были, есть и будут. Присоединился ли к празднику Бобруйск? С крупной победой. Удачный старт нового сезона молодежной хоккейной лиги. Царит очень хорошая атмосфера. Азарта, атмосфера любви к хоккею. Кто болеет за Бобров? Новации в педагогике. Новости со дна и поборы не во благо. Эстония повышает расходы на оборону. Чем это обернется для простых жителей? С хорошими результатами. Александр Лукашенко на неделе провел встречу с послом Китая. Отношения Беларуси с Поднебесной на высоком уровне. Но останавливаться на достигнутом стороны не намерены. В перспективе развития регионального сотрудничества. Важно добиться такого же уровня, как с Россией. Также среди тем диалога работа индустриального парка «Великий камень», техническая помощь из КНР. К слову, ДИП-представитель завершает четырехлетнюю каденцию в нашей стране. Господин посол, я не мог с вами не встретиться. Прежде всего хочу вас поблагодарить за все то, что вы сделали для нашей страны. Вы как раз явились, можно сказать, образцом для поведения посла в стране. Вы делали все для того, чтобы укрепить наши отношения с Китаем. Хотя они и так были на очень высоком уровне, но так случилось, что вы очень серьезно поработали вместе с нами. И мы подписали декларацию о всепогодном всестороннем стратегическом партнерстве Беларуси и КНР. Это очень высокий, наверное, самый высокий уровень отношений между государствами, с которыми КНР имеет отношения. Что касается фундамента наших отношений, порядка 8 миллиардов долларов – это по объемам второй партнер торговых отношений Беларуси с другими странами. На первом месте вы знаете Россия, на втором месте Китай. Также президент поблагодарил китайскую сторону за поддержку на международной арене, в частности, при взаимодействии со странами БРИКС при вступлении Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Обелиски великого подвига. В Бобруйске в преддверии Дня народного единства представили мультиформатный патриотический проект издательского дома «Беларусь сегодня». Десятки памятных мест, увековечивших славу и отвагу нашего народа. На кого рассчитана инициатива и почему важно помнить о героях, отдавших жизнь за мирное небо – Юлия Вернер. Первая остановка – мемориальный комплекс «Курган Славы» вблизи деревни Сычково. С черно-белых плит молча смотрят те, кто героически сражался против фашизма. В знак памяти от руководства города депутатского корпуса и гостей – красные гвоздики. Бобруйск – пятая точка на карте обширного путешествия. В планах более ста. Что представляет из себя этот проект? Во-первых, мы с дронов отсняли порядка ста мемориальных комплексов. Они есть на нашем ютуб-канале СБТВ. Плюс мы проводим вот так, как сегодня, выставки, приуроченные в поддержку этого проекта. Там в основном это фотографии тех обелисков, как известных на весь мир, таких как Хатынь, так и совсем маленьких, которые находятся в наших белорусских деревнях. Но от этого они не менее важны для сохранения нашей исторической памяти. В фойе дворца искусство многолюдно. Жители Бобруйска от подростков до пенсионеров приехали воочию взглянуть на развернувшийся масштаб. На десятках стендов – фотоколлажи памятных мест, их краткое описание, архивные документы. Для многих выставка стала настоящим открытием. Весомую поддержку в реализации задуманного оказал «Беларусьбанк». Прежде всего, эти проекты нацелены на патриотическое воспитание вот такой молодежи, большинство зала сегодня молодежи. Это для вас, чтобы вы знали, чтобы вы помнили, потому что сегодня очень много в пространстве идет искажение истории, подтасонки парков. Мы очень достойно, я считаю, отметили 80-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Конечно, это у нас память, и эта память будет жить в наших сердцах. В продолжение насыщенной программы – тематический концерт. Бобруйчане смогли проникнуться авторскими композициями о войне в исполнении бардовского ансамбля «Песни нашего круга», о тех, кто подарил нам мирное небо ценой своих жизней. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для боев. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Проект – громкое напоминание о подвиге нашего народа, о героях, которые, несмотря ни на что, боролись и искоренили фашизм с родной земли. Долг каждого белоруса – не забывать и чтить память тех, благодаря кому мы можем жить с миром в сердце. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Своевременное напоминание – спрос на авто и социальная ответственность бизнеса. В следующем году в Беларуси намерены ввести квотирование рабочих мест для инвалидов, как еще развивают инклюзивную среду. Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. Промышленность сохраняет статус одного из лидеров в экономике Беларуси. За семь месяцев года рост 7,5%. Касаемо торговли, то плюсует и розничный, и оптовый товарооборот. Этому способствует увеличение реальных доходов населения. Хорошая динамика в сельском хозяйстве и выпуск продукции ускорился. Добавляет и транспортная отрасль. Синоптики предупреждают. Летняя погода, которая сохраняется на территории республики, несет определенные угрозы для урожая. Конкретно для поздних овощей, к которым относятся морковь, свекла, ряд сортов капусты и других популярных у белорусов продуктов. Из-за недостатка влаги в почве ухудшились агрометеорологические условия для роста корнеплодов, отрастания трав. В следующем году в Беларуси намерены ввести квотирование рабочих мест для инвалидов. Нововведение коснется предприятий, в которых численность сотрудников превышает 100 человек. Замминистра труда и соцзащиты подчеркнула, республика уверенно двигается к социальной ответственности бизнеса. Сегодня в стране работают 60% людей с ограниченными возможностями, имеющие трудовые рекомендации. Белтехосмотр в августе выдал более 128 тысяч разрешений на участие в дорожном движении, на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее количество за 8 месяцев – более миллиона. На предприятии напомнили, управление транспортным средством, в отношении которого не выдан дозвол, влечет наложение на физлицо штрафа в размере до трех базовых. Самыми популярными специальностями у поступающих в вузы в 2024-м стали стоматология, мировая экономика и программная инженерия. В топе – прикладная информатика. Также абитуриенты предпочитали физико-математический профиль. Традиционно большой конкурс по направлениям IT, дизайн, физкультура и спорт. В этом году на бюджетную форму обучения зачислено 30 тысяч человек. Доверие и информирование бобруйчан в приоритете у городских властей. В горисполкоме прошло расширенное заседание. На повестке дня – состояние работы и принимаемые меры по противодействию коррупционным преступлениям и правонарушениям. С докладом выступил прокурор Бобруйска Александр Конецкий. На территории города за 7 месяцев выявлено 35 преступлений в сфере борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями. В отношении 42 человек возбуждены уголовные дела. Наиболее частые нарушения – на промышленных предприятиях, в сфере услуг, строительной отрасли, в учреждениях образования. Возникали вопросы и к комиссиям по противодействию коррупции в организациях. Предлагается поручить руководителям комиссии по противодействию коррупции в случае установления фактов нарушения антикоррупционного законодательства информировать об этом правоохранительные органы. Исключить формализм при рассмотрении представленных актов по выявленным фактам нарушения антикоррупционного законодательства в ведении протокола в заседании комиссии. Заслушивать руководителей предприятий, на которых выявлено коррупционное преступление, о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе, в том числе в части принятых мер по возмещению причинения вреда. Три кита – оперативность, правдивость, объективность. Второй актуальный и волнующий вопрос – работа информационного агентства «Бобруйск-Медиа». Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Вероника Вильчик доложила. Все информационные площадки учреждения занимают важное место в реализации государственной информационной политики. Традиционные средства массовой информации находятся на шаг впереди по качеству предоставляемого контента. Быстрая информация опасна и часто бывает необъективна. Государственные средства массовой информации не просто несут читателям потоки информации, а акцентируют их внимание на определенных событиях и процессах, происходящих в мире и нашей стране. Местные СМИ всегда на передовом рубеже взаимоотношений общества и вертикали власти. Качество контента, аналитика, связь с читателем, проверка фактов – то, что отличает «Бобруйск-Медиа» от распространителей газетных уток. Кроме того, на заседании выступил Александр Бандур, начальник отделения по противодействию киберпреступности. Мошенники ежедневно меняют схемы. Теперь на удочки попадаются не только пожилые, но и люди трудоспособного возраста и даже дети. Рецепт решения проблемы – профилактика. В первую очередь работа с сотрудниками предприятий на местах. С ароматом роз. Местные бизнесмены своими идеями облагораживают город. Новые цветочные павильоны с недавних пор украшают улицы. Роман Костюков об инициативе и воплощении. Живописный ландшафт, элегантный фасад, креативное решение. Для малого бизнеса крайне важен внешний облик. Ведь покупателя нужно заинтересовать. Нередко такие кафе, бутики, магазины становятся архитектурными изюминками. Некоторые предприниматели делают ставку на беспроигрышный вариант. Оформляют помещения с ученым местной культуры и традиций. Работы, проводимые по благоустройству привлекающих территорий субъектами малого бизнеса, способствуют развитию общественных пространств. Тем самым привлекая внимание горожан и туристов к нашему городу Бобруйску. Происходит установка дополнительных малых архитектурных форм, посадка зеленых насаждений. Как правило, самые привлекательные цветочные магазины. Обязывает антураж. Один из таких павильонов расположился на углу пролетарской и социалистической. Проект вынашивался давно. Пару месяцев назад при поддержке руководства города был реализован. В моем понимании цветочный магазин – это когда мы продаем красоту. Букеты и показываем людям, как это, когда красиво. Поэтому клумбы, которые засажены какими-то однолетниками или многолетними растениями – это вполне естественно. Он, естественно, в городе привлекает внимание. Тем более рядом ЗАГС, центральный. К нам приходят молодожены, даже фотографируются на крыльце, потому что, ну, я понимаю, что людям зашло. Еще один объект сети появился в микрорайоне Киселевичи. Местные жители давно ждали здесь цветочный. В конце лета островок распахнул свои двери. Выполнен он в похожем стиле и придает этой части города особый колорит. Цветы всегда хорошо, вы же понимаете. Так что это прекрасно. Пускай будет, что поставало помещение, так используется с локом. Я думаю, очень даже у нас тут поблизости ничего такого нету актуально будет в нашем районе. Чтобы удобно было, не надо ехать в город. Сразу, если тебе нужны цветы, на любой случай, по любому выбору, я считаю, что это прекрасно. Внешне хорошо выглядят. Открытые стекла показывают весь товар, который у него есть. Сразу можешь определиться, что хочешь. Очень красиво, мне нравится. Правда, вот действительно магазинчик, а не просто ларючек. А магазин. Можно внутрь зайти и посмотреть, что. Среди цветочных есть и свои первопроходцы. 38 лет назад около дома связи открылся круглосуточный бутик. С тех пор появилось много других объектов. Возросла конкуренция. Но именно в этом павильоне выстраивается очередь. Притягивает ассортимент. В наличии под полтысячи экзотических, тепличных и комнатных растений. Не так давно магазин был реконструирован по новому проекту. Как признается владелец, поддержка городских властей была как нельзя кстати. Он много помог, много поддерживал мне на новый проект, новое это. Дал обещание, обещание выполнили. Он благодарен меня. Я тоже благодарен его. Он наш мир, мир города. Приятный современный облик. Размещение арт-объектов и декоративных инсталляций способны закрыть сразу не несколько задач. Выполнить прямые пиар и маркетинговые функции, повысить инвестиционную привлекательность территории, преобразить район, увеличить количество продаж, нарастить туристический поток. И все-таки, каким бы ни был уникальным продукт, встречают по фасаду. Роман Костюков, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Укротители железных монстров. На территории мемориала воинов-днепровцам прошел торжественный митинг, посвященный Дню танкиста. Здесь собрались военнослужащие, представители администрации Первомайского района, Союза офицеров, командование военной части 5527, трудовые коллективы, общественные объединения, духовенство, жители города. Именно танкисты во время Великой Отечественной проявили несокрушимый героизм. За ними во многих белорусских городах закрепилось определение – освободители. Танкисты были, есть и будут. Это великая заслуга как бойцов, офицеров, генералов, так и тех инженеров и рабочих, которые и конструкторов, которые создали эти прекрасные танки. Танк Т-34 действительно является танком Второй мировой войны. Сегодня танковые войска Беларуси – достойные продолжатели славных традиций прошлого. Это мощная военная сила, главная ударная среди всех сухопутных войск. Пока их дух крепок, как броня их машин, гарант мира и безопасности обеспечен. Удачный старт нового сезона. На Бобруйск-арене прошел первый матч чемпионата молодежной хоккейной лиги. На льду встретились бобруйский «Динамо Шинник» и красногорский «Скай-юниор». Какой счет наша съемочная группа поддержала Бобров? Долгожданное начало сезона. Этого момента, кажется, ждали все – хоккеисты, тренеры, болельщики. Вот уже третий год «Динамо Шинник» выступает в молодежной хоккейной лиге. Значимое событие для всего белорусского спорта не пропускают почетные гости. Федерация хоккея, столичная «Динамо Минск», руководство города. Право первого вброса шайбы у Александра Богдановича и Игоря Киселя. В этот раз бобруйская команда играет в серебряном дивизионе западной конференции. Рок судьбы. В соперниках первой встречи прямые конкуренты из предыдущего розыгрыша «Скай-юниор». Есть такое мнение – как в сезон войдешь, так его и проведешь. С первых минут становится понятно – бобруйская дружина вышла побеждать. Со старта шинники дежурят у ворот соперника. Интенсивный навал дает результат – 2-0 после первого периода. Что касается развития и части белорусского хоккея команды «Динамо Шинник», то это самое доминирующее звено в развитии нашей молодежи. Поэтому мы желаем успеха «Динамо Шиннику», развития нашим белорусским хоккеистам. И хочется поблагодарить всех, кто оказывает поддержку этой команде. И непосредственно Игорю Николаевичу Киселю, потому что он полюбил ее и относится уже по-отцовски к команде «Динамо Шинник». Трибуны не утихали все 60 минут. Поддержка болельщиков внесла свою лепту в итоговый счет. А вот так бобруйчане умеют болеть за своих. Ну что, ребята, давайте покажем класс! Бобруйчане! Бобруйчане! За кого сегодня мы болеем? За «Динамо Шинник»! Как вам игра сегодня? Классная, классная, лично. Какие вообще, в принципе, ожидания? Вот первая игра сезона, какими закончим чемпионат? Победители. Определенно победители. И какие ожидания от матча? Наши выиграют, конечно. 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 С каким счетом? Ну, на вскидочку. В скидочку? Ну, еще гола 2 будет, 100%. Ну, 4-2, думаю. Я думаю, еще 3 гола 2 нам и забьют. Мы болеем за бобров, конечно же. За кого еще? Но СКА тоже молодцы. Я их и за них болею тоже. Начатое нужно доводить до конца. Второй период – тоже рвение. И снова две шайбы в воротах соперника. Однако на хозяйское стремление закончить игру в сухую гости все же размачивают ноль на табло. 6-1. Победа за бобруйчанами. Сегодня ребята здорово отработали и в атаке, и в обороне. То есть, хорошие моменты были, набрасывали, шли на пятак. То есть, мы довольны. Соскучились, то есть, тренировались, готовились к этой игре. Вот мы ждали, ждали победы. Хорошая победа, хорошая игра в нашем исполнении. Выполняли тренерскую установку. Плюс при своих трибунах они гнали нас вперед. Я думаю, у нас в этом матче все получилось. Всегда приятно побеждать. Не важно, какой счет. Не бывает же игры. Хочется, хоть взять и в одну шайбу, там забил, концовки выиграл. Любая победа прекрасна, особенно при своих болельщиках. Очередной матч со Скадинома проводит на следующий день. Тренерский штаб и игроки дают понять, головокружение от первой победы в сезоне от них точно не стоит ждать. Без капли сомнения, соперник решит отыграться в ответной встрече. Так и выходит. Со старта чувствуется совершенно другой настрой. Игра проходит под полным паритетом в счете, однако по вручанию вырывают победу 4-3. Дебютные игры чемпионата остаются за шинниками. Лично я планирую посещать каждый матч нашей любимой команды, наших любимых молодых ребят. Надеюсь, что мой такой порыв поддержит и моя семья, потому что здесь на стадионе, на нашей арене действительно царит очень хорошая атмосфера азарта, атмосфера любви к хоккею. Я бы хотел обратиться к жителям города Бобруйска, к гостям нашего города с тем, чтобы они приходили на Бобруйск-арену и всегда поддерживали нашу любимую команду. Первые победы хорошие, заделаны результаты по итогам сезона. По завершению двух игр «Динамо» расположился на втором месте в своем дивизионе, уступая Красной Армии лишь по разнице забитых пропущенных. До конца сентября команде предстоит провести еще 7 игр, 4 из которых домашние. Поддержка родных трибун крайне важна для ребят, поэтому все на хоккей! Роман Костяков, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Оборона во вред, дыра в бюджете и культ переработок. Япония предлагает сотрудникам переходить на четырехдневную рабочую неделю. В чем причина? Далее громкие заголовки мировых новостей. Министерство экономики Франции предупредило о нехватке средств и дефиците бюджета. По информации ведомства, отрицательные показатели в казне могут неожиданно вырасти как в 2024, так и в 2025 годах, если не будут найдены дополнительные сбережения. Недостаток финансирования способен еще больше усугубить правительственный кризис, так как из-за отсутствия денег у нового Совмина остается тяжелый выбор между сокращением расходов и повышением налогов. Эстония повышает расходы на оборону. Таллинн может увеличить их до 5% от ВВП. При этом затраты уже превысили 3,5% и это один из самых высоких показателей в НАТО. Чтобы достичь большего, простым жителям придется раскошелиться. Ранее, напомним, стало известно, пенсионеры будут терять по одной выплате в год из-за решения властей нарастить военный бюджет путем повышения налогов. Япония предлагает сотрудникам переходить на четырехдневную рабочую неделю. Однако, согласны не все. Из 63 тысяч трудящихся в компании Panasonic Holdings только 150 человек воспользовались возможностью. При этом переработки давно стали нормой и зачастую работники задерживаются в офисе подольше, потому что так делают их коллеги. В недавнем правительственном документе говорится, в стране восходящего солнца ежегодно происходит не менее 54 летальных исходов, в том числе от сердечных приступов. В Британии нейросеть заменит педагогов. Искусственный интеллект будет обучать детей математике, английскому, географии и информатике. Первыми учащимися виртуального преподавателя станут 20 человек одного из частных образовательных учреждений в Лондоне. По задумке платформа будет понимать, что школьники знают хорошо, а что надо еще учить. Потом она адаптирует занятия под каждого. Подводные роботы сделали новые фото носа «Титаника». Во время экспедиции этим летом эксперты установили – остов корабля медленно ломается. Ранее при погружении в 2019-м обнаружили разрушение офицерских кают в правой части судна, исчезновение некоторых помещений, например, ванной комнаты и уничтожение салона. Трагедия, напомним, случилась в 1912-м после столкновения с айсбергом. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся!